Итак, идея в чем заключается? В том, что там внутри есть сила определенная, веды говорят, сверхдуша, представительство Бога, которое определяет, как нам жить. И если мы же идем неправильным путем, там внутри и беспокойство. Но веды учат, объясняют, как правильно. Правильный путь означает всегда путь внутри себя. Не снаружи, а внутри. Например, муж меня мучает. Путь внутри себя означает сказать себе, я сама виновата. Но не говорится, не говорится. Когда больно, человеку очень трудно признать, что он сам виноват в том, что вот такая ситуация в его жизни. Он же меня мучает, а не я его мучаю. И для этого нужна дополнительная энергия, дополнительная сила. Поэтому человек уединяется, чтобы получить знание, понять ситуацию, принять в жизни. И начинает молитву свою. Кланяется святому человеку, настраивается на него. Хочет жить, как он, потому что святой испытывает счастье от жизни. А я нет. Он правильнее живет, в правильном русле живет. Начинаю молиться ему. Раз, мне спокойно стало. И в этом спокойствии надо себе сказать. А теперь прими это, что мир соткан из справедливости. И тебе достался такой муж, который тебе положен. Принятие в этом... Это принятие означает видение своей судьбы. Когда человек принимает вот такого мужа, это означает, что он видит ту часть кармы, ту часть судьбы, которая сейчас действует в его сердце. Мы всегда свою судьбу боимся и не любим. Поэтому мы страдаем, невежестве живем. Когда человек принимает свою судьбу, он испытывает счастье, потому что Господь в сердце говорит, молодец. И счастье приходит. Мы думали, ой, я приму, еще хуже будет. Это если я приму, что вот с таким мужем мне надо жить, так еще хуже или иначе будет? Нет, будет не хуже, а будет лучше. Станет спокойно. И что же теперь, всю жизнь с ним жить, что ли? Это опять не наше дело. Не наше дело. Всю жизнь или не всю жизнь решаем не мы. Мы не можем планировать свою жизнь. Мы можем ее спланировать, конечно, но получается все не так, как мы хотим, а так, как положено. Многие люди вот уже не пришли на эту лекцию, потому что им положено в это время было отправиться уже в другой мир. По статистике здесь вот сидит где-то 900 человек на лекции, кто-то не пришел. Из 900 человек кто-то не пришел. По причине того, что он уже закончил свою жизнь в этом мире. Понимаете идею, о чем я говорю или нет? Трудно понять, да? Трудно понять. Нам это трудно понять. Я говорю о том, что мы не планируем свою жизнь. Высшие силы планируют. Человек не знает, что с ним будет завтра. Мы не знаем. Можем догадываться. Высшие силы могут дать нам знания, если мы живем правильно. Благостные люди знают, примерно, когда они тело оставят. Страстные не могут знать. Невежественные обмануты. Они считают, что точно они не оставят в ближайшее время. Страстные боятся смерти, поэтому они не так сильно обмануты. Но благостные люди не боятся смерти, потому что они стремятся к знанию. Они знают, когда придет смерть. Потому что это же тоже боль, которую надо принять в свое сердце, тогда ты о ней будешь знать. Как узнать, когда ты оставишь тело? Для этого надо принять, что ты оставишь тело. Когда ты принял это знание в сердце, переварил его, то в этот момент тебе пришло это знание. Человек может видеть будущее, если он может принять его.